В нашей стране все знают знаменитую польскую актрису Барбару Брыска по ее работе в знаменитой картине Рязанова «Ирония судьбы и с легким паром». Но есть еще одна польская актриса, которую наверняка многие помнят по фильму «Знахарь», который имел большой успех у зрителей нашей страны. Бедную девушку по имени Марисия, которая растет без отца и матери, сыграла актриса Анна Дымна, чья судьба не менее трагична, чем у ее героини из фильма «Знахарь». Только фильм имел счастливый конец, а в жизни Анны все было гораздо сложнее. Анна Дымна родилась в 1951 году в Западной Польше. С детства девочка занималась балетом, куда ее отвела мать, которая мечтала, что дочкой станет знаменитой балериной. Но со временем у Анны появилась своя заветная мечта – стать актрисой, и после школы она поступила в Краковскую театральную школу, после окончания которой поступила работать в театр города Кракова и активно начала сниматься в кино. Актрисе не пришлось идти к славе сквозь тернии. С первых же ролей в кино польский зритель полюбил утонченную красавицу, чья игра часто вызывала слезы и неизгладимые впечатления в душе. После фильма «Знахарь» Анна Дымна получила признание далеко за пределами Польши, в том числе в Советском Союзе. История про девушку Марысю, которую оперирует местный «Знахарь» ценой своей свободы, спасая ей жизнь, не зная, что помогает родной дочери, покорила советского зрителя. И картина «Знахарь» до сих пор остается одной из самых любимых, зарубежных лент в нашей стране. Замуж Анна Дымна вышла по любви, за сценариста «Все слова Дымна», чью фамилию она носит до сих пор. Браг был очень счастливым, и супруги души начали друг в друге. К сожалению, муж Анны трагически погиб через пять лет после свадьбы. Отчаяние и горе Анны было настолько большим, что родные всерьез начали опасаться за ее жизнь. Она таяла буквально на глазах, перестала сниматься в кино и не находила смысла в жизни с уходом любимого человека. Ей захотелось жить, когда она случайно попала на благотворительный вечер и открыла для себя радость помогать незнакомым людям, попавшим в беду. С тех пор Анна посвятила всю себя благотворительности, и сейчас у нее есть свой фунт, который называется «Несмотря ни на что», который помогает людям с ограниченными физическими возможностями. Но афиширует свою деятельность данными людьми, считая, что человек, который делает добрые дела, помогает прежде всего самому себе. Через семь лет после смерти любимого мужа Анна снова вышла замуж, и в браке родился сын Михаил. Но через несколько лет Анна была вынуждена развестись с мужем, который считал благотворительность пустым занятием, и на этой почве у супругов постоянно были разногласия. К счастью, Анна смогла найти человека, который полностью разделяет ее взгляды на жизнь и помощь людям. Им оказался режиссер Шишт Аржиховский, за которого она вышла замуж, для того смог сделать ее счастливой. В кино Анна снимается по-прежнему, но большую часть гонорара отдает на благотворительность. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok